Сегодня они с женой поздно поужинали и также поздно легли спать. Старый лесник Афанасий Макарович был уже давно на заслуженном отдыхе, поэтому и позволял себе поспать по утрам подольше. Наломался и наработался он за всю свою долгую жизнь так, что и вспомнить страшно. Сегодня они с бабкой допоздна засиделись у телевизора. Штирлица смотрели в сотый раз. Радио, газеты и телевизор — единственное развлечение деревенскому жителю зимой. В избе было натоплено и жарко. Афанасий даже ругался на жену, что печь перетопила на ночь, тяжело будет спать. Только улеглись, прижались друг дружки. В синях от чего-то забеспокоился пес, разбудил хозяев громким лаем. В деревнях зимой всегда боялись волков, а потому берегли скот и собак на ночь запирали либо в сарае, либо в доме. Голодные волки собачатинные и не побрезгуют. Правда, сейчас уже был март, но в их суровых краях это считалось еще зимой. У лесника с женой не было скотины, а вот собаку полкана на всякий случай все-таки прятали от греха подальше. Да, и вообще места здесь глухие. Может и медведь к деревне подойти, и беглые зэки порой в лесах объявляются так, что береженого бог бережет. Лежи. Скомандовал Афанасий жене. Пойду гляну, что там. Он сунул ноги в валенки, накинул на плечи ватник, снял с крючка охотничье ружье и вышел в сене. «Весна, наверное, манит бедолагу, наигрещая и гулянки», — подумал старый лесник, увидев, как пес свертится и не может ни секунды стоять на месте. «Но чего ты разбрехался, полкан?» — спросил он пса, который всем своим видом давал понять, что очень взволнован. Вышли во двор, пес ринулся прямиком к сараю и, нетерпеливо повизгивая, замахал хвостом. «Ну вот еще, что же там стряслось?» — полкаша. «Кого принесло к нам на ночь глядя?» — спросил Афанасий, медленно подошел к сараю. Дверь была приоткрыта. Старик дулом ружья распахнул ее настиж и осмотрелся вокруг. В сарае было темно, но когда дверь открылась, то свет из окон насветил усыпанный сеном пол, на котором лежал какой-то крупный зверь. Присмотревшись внимательнее, Афанасий с удивлением понял, что это волчица. Она лежала на боку и тяжело дышала, ее раздувшиеся бока ходили ходуном. В марте у волков время производить на свет потомство. Кому, как Афанасию, всю жизнь проработавшему в лесу с дикими зверями, не знать этого. Пришлось полкана снова запереть в сенях, чтобы не мешал. Волчица тем временем не подавала никаких признаков беспокойства или страха. «Видимо, острая нужда заставила хищницу искать помощи у человека», — подумал лесник. Он подошел ближе и увидел, что волчица ранена, у нее на лапе запеклась кровь, и по всему было видно, что ранение она получила недавно. Опять браконьеры распоясались, — подумал бывший лесник. «При мне они таких вольностей себе не позволяли, если только какие-нибудь залетные». Но и с ними у Афанасия всегда был разговор короткий. Опершись на ружье, старик присел, чтобы повнимательнее рассмотреть рану. Слава богу, она оказалась не от пули, скорее всего, где-то об острый сучок или ветку поранилась. Рана хоть и не была смертельной, но обработать ее все же было нужно. «Ах ты ж, Господи, да это же старая знакомая!» Лесник заметил на груди у волчицы большое черное пятно. Он уже встречался с ней когда-то в лесу, только в ту их встречу она была еще не смышленым волчонком. Тогда три пьяных браконьера глумились над бедным животным. Что-то на земле их очень заманило и веселило. Они громко ржали на весь лес. Как им удалось выловить его, Афанасий не знал. Видимо, любопытство увело волчонка далеко от логова, и он попался в руки пьяным извергам. Убивать они его не собирались, просто решили попугать. Афанасий подошел ближе, явно не местные браконьеры. Рядом стояла буханка-уазик. «Что здесь происходит?» Повысил голос Лесник, и они при виде сердитого бородатого охотника раступились. Афанасий увидел Аскаленного, волчонка, которому было не больше двух месяцев. Он рычал, повизгивал и трясся от страха под сеткой, которую они на него накинули. Лесник выругался, не жалея крепких слов, и посоветовал всей троице убраться по добру-поздорову. Он щелкнул затвором ружья и, прицеливаясь, прострелил заднее колесо машины. «У вас ровно десять минут, чтобы поставить запаску и уехать отсюда. Я с вами церемониться не буду. Время пошло», — добавил он и снова передернул затвор. Проклиная все на свете, мужики сочли за благо побыстрее удалиться. И действительно, не прошло и десяти минут, как они сделали ноги. Лесник скинул сетку с бедного перепуганного волчонка. И тот быстро убежал в чащу. Да, давно это было, лет десять назад. И вот они опять встретились. Из маленького перепуганного зверька волчонок превратился в красавицу-самку. Значит, она не забыла старого лесника. Афанасий вернулся в дом и позвал жену. «Одевайся, Дуня, нужна твоя помощь. Это там, по твоей бабьей части». Дуня когда-то работала медсестрой. А еще женщина прекрасно разбиралась в снадобиях и знала, какой отвар и при какой хворе надобен. Ну, естественно, роды — это уж точно не мужского ума дело. «Я боюсь, а вдруг она меня укусит?» Сказала Дуня, одеваясь потепле. «Больно ей надо тебя кусать, глупая ты баба», — ворчал Лесник. «Не для того она к нам в сарай пожаловала. Ей помощь наша нужна». Умело промыв рану волчицы, Дуня наложила повязку и какую-то лечебную мась собственного приготовления. «Ну вот, теперь все заживет, как на собаке», — заверила она мужа. «А роды — глупый ты мужик». Язвительно подколола мужа женщина. Роды придут сами в срок, когда им и положено. «Здесь уже, надеюсь, моя помощь не понадобится. Природа сама все сделает. Так что давай оставим ее в покое. Это сейчас ей необходимо». Лесная гостья к утру уже освоилась и чувствовала себя гораздо лучше. Утром Дуня пошла в поселок за молоком для волчицы. Жили они с мужем на Атшибе почти у самого леса. Может быть, поэтому волчица пришла в их сарай, а может, действительно помнила, как когда-то Афанасий ее спас. У магазина жена лесника услышала новость, что накануне браконьеры в лесу перебили волчью стаю. «Вот значит оно как», — поняла женщина. Волчица не просто так пришла к нам за помощью. Она спасала себя от охотников и свое потомство. Дуня спешила поскорее добраться домой, чтобы покормить обессиленную волчицу молоком. Раскрыв двери сарая, она увидела, что у серой хищницы начались роды. Один малыш уже копошился под брюхом у матери. Убедившись, что волчица со своей природной функцией справляется сама, Дуня оставила миску с молоком и ушла в избу. Роды, правда, прошли тяжело, изрядно измотав волчицу. «Ну, кому легко», — подумала Дуня. Всем бабам, без исключения, тяжело рожать. На свет волчица произвела четверых здоровеньких волчат. При виде копошащихся и урчащих серых комочков у женщины навернулись слезы. Волчица лежала на боку, обессиленная событиями последней ночи. Теперь в ее жизни появились новые хлопоты. И у Дуни с Афанасием тоже забот прибавилось. Несколько месяцев им нужно было кормить волчье семейство, да так, чтобы никто в деревне этого не знал. Правда, волчица, как только поправилась и набралась сил, сама стала отлучаться в лес. Отсутствовала серая мамаша обычно недолго. Вероятнее всего, она охотилась, ведь всегда возвращалась домой с добычей, принося тушки зайцев или перепелов. Еды, добытой волчицей, хватало всем, даже полкану, который постепенно смирился с тем, что в сарае живет волчья стая и даже стал охранять новых жильцов, грозно лая на всех, кто пытался подойти к их двору. Прошло немного времени, и когда снег растаял, волчица покинула старый сарай и увела за собой свою стаю. Но своих спасителей она не забывала, и часто Афанасий обнаруживал на пороге дома тот дич, тот часть косули или кабана. Это было подношение ему и его жене от благородного зверя. Понравилась история? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, впереди еще много всего интересного. Всего доброго!